Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Владимир Мартынинко, юрист и бывший советник министра внутренних дел Украины. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. В России готовят спецполк для разгона митингующих. Вот об этом мы сегодня будем говорить. И будет ли новое наступление россиян, это тоже сегодняшняя наша тема и многое другое. Но об этом во всем мы будем говорить сразу после того, как ответить на вопросы от наших зрителей, например, на таблице интервью. Короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой первый вопрос из Блиц интервью. Новый пакет помощи на 325 миллионов. Это говорит о том, что США желает побыстрее разобраться с Россией? Это говорит о беспрецедентной поддержке Соединенными Штатами Америки и Украины, всем тем процессам, которые в Украине происходят и, соответственно, усилении украинских возможностей защищаться от российского агрессора. Это говорит о том, что эта помощь усиляется постоянно и будет усиляться дальше. И, соответственно, это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки, как и другие наши партнеры, они усиливают постоянно нашу обороноспособность и будут так дальше делать тоже. Россия превращается в страну доносов. Власть настолько жестка или люди настолько нелюди? Прямо скажу, что она не превращается, она продолжает быть страной доносов. Это идет волнами, причем это идет волнами еще с начала прошлого столетия. Эти доносы, они происходили постоянно. Это работа спецслужб, это результат их работы. И тут говорить о построении гражданского общества или о восприятии, демократическом восприятии друг друга на территории Российской Федерации не приходится. Поэтому россияне писали, пишут и будут писать доносы друг на друга. А после поражения как будет это обходиться с теми людьми, которые писали доносы? Или все нормально? Это норма? Я думаю, что это будет происходить по сценарию, который уже происходил. Эти данные засекретят. И после того, как бы эти люди между собой будут общаться дальше, продолжать улыбаться друг другу, делать то, что они делали до этого. До тех моментов, пока эти секретные материалы не вскроются, они рассекретятся. После этого мир узнает очень много о тех действиях, которые происходили в России. А в России соседи друг о друге узнают тоже очень много нового. В Москве призывников могут искать по камерам слежения. Это реально так возможно? Это реально. На самом деле реально, потому что мы видим усиление российского давления. На мужчин призывного возраста, которых затягивают уже во всякий возможный способ вооруженные силы Российской Федерации. Мы понимаем, что боеспособные подразделения России, они уже уничтожены у нас в Украине. И стоит вопрос о том, что их нужно чем-то пополнять. И пополняют их зачастую очень часто пушечным мясом. Это пушечное мясо нужно тоже где-то брать. И вот собирают абсолютно всех, где только могут собрать. Уже варианты с тюрьмами были, с психбольницами были. Уже были варианты с бомжами. Уже были варианты разные всякие. Уже пришла очередь собирать всех тех, кто сидя на диване аплодировал этой войне. Вот теперь придется поаплодировать, сидя в окон. А куда бежать от мобилизации? Бежать от мобилизации в России вряд ли выйдет. Единственный путь это подниматься. Это выстраивать сопротивление. Но для России это, к сожалению, тупиковый путь. Потому что в России реальной демократической силы, которая бы могла объединить протестующих против войны, на этот момент нет. Это не означает, что она не появится завтра. Но на этот момент нет. И поэтому вот эти все мобилизируемые, понимая, что они дальше будут использоваться в качестве пушечного мяса, не обученными, не оборудованными, не оснащенными отправляться на передовую. У них есть еще один вариант, одна возможность. Это сдаться в плен нашим украинским силам обороны. И даже контактные телефоны выставляли везде и всюду. Для того, чтобы они еще, находясь на территории Российской Федерации, уже могли созваниваться и договариваться о том, как они сдадутся в плен после того, как их отправят на передовую. Кремль доиграется до того, что Китай будет решать, кого посадить на российский трон. Да или нет? Я думаю, что Кремль уже доигрался. И Китай уже принимает решение относительно того, кто будет управлять Россией. Кто будет тем представителем Китая в его ресурсном придатке Российской Федерации. Уже это происходит и уже этот процесс, он уже запущен. Есть ли разочарование в Путине среди россиян, или среди россиян обычных, и среди элит? Или все идет по плану? Я думаю, что там разочарование больше среди элит. Среди обычных россиян им пока втюхают пропаганду, которая в принципе удерживает эти возможности, но тем не менее просыпается потихоньку. А вот среди элит разочарование есть, потому что Путин не может уже гарантировать ихнюю безопасность, их не одинаковое отношение к государственному бюджету, к кормушке, к влиянию в середине Российской Федерации. И усиленное созданием частных военных компаний или региональных силовых подразделений, в том числе региональные элиты, уже формируют потихоньку к себе возможность удерживать и награбленное, и влияние на местах. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к вопросам, которые я озвучил в начале нашего разговора. И вот, наверное, самое главное, там то, что в России готовят спецполк для разгона митингующих. Вот вы как человек, который работал в этой сфере, да, был советником министра, скажите нам, вот что это за люди, кого они туда набирают, кого они там готовят, это сотрудники полиции или просто какие-то вообще люди с улицы, готовы ли эти люди стрелять или разгонять дубинками, вот как их готовят? В России построена конструкция таким образом, что, во-первых, очень сильно усилена система Министерства внутренних дел, то есть полицейские имеют колоссальные права, если мы сравним с теми простыми гражданами Российской Федерации, ну если их можно называть простыми гражданами, Российской Федерации, которые в принципе бесправны, если мы сравним с полицейскими. Второй момент – это Росгвардия. Росгвардия – это те подразделения, которые в принципе призваны наводить порядок, которые призваны ограничивать проведение массовых мероприятий, они их называют массовыми беспорядками, это те, которые как раз обучаются, готовятся как раз до работы с гражданскими. Их пытаются иногда использовать на военных действиях, но они больше выполняют функции заградотрядов для того, чтобы они разбежались, мобилизированы. Поэтому как бы в России достаточно этих подразделений, которые мотивированы, обучены как раз работать с гражданскими. Будут ли они стрелять? Все будет зависеть от степени накала страстей на территории Российской Федерации, от тех процессов, которые будут происходить во власти. Будет ли это единый вектор? Или Россию поглотит противостояние, в том числе силовое противостояние? И тогда мы можем увидеть картинку, когда эти подразделения, Росгвардии, например, или МВД, они будут переходить потихоньку на сторону народа или на сторону тех региональных или же не региональных, а общегосударственных элит, которые выступят в противостоянии с центральной политической линией. Я думаю, это возможно, и возможно в том числе и применение огнестрельного оружия. И возможно то, что кроме дубинок будут работать еще и автоматы. Кто будет решать, куда переходить и начинать ли стрелять? Это вот от низшего условного солдата, майора, или кто-то будет отдавать приказ все-таки какой-то генерал сверху? Я думаю, конструкция будет работать таким образом, что те руководители подразделений, которые завязаны в отношениях, в том числе в отношениях, связанных с коррупцией, с местными региональными элитами, неважно, это региональные элиты в Чечне, это региональные элиты в городе Москве, но тем не менее. Они как раз и будут, слушая своих хозяевов, давайте их так называть, отдавать приказ низшему составу этих силовых подразделений для применения огнестрельного оружия. Причем те солдаты, которые будут выполнять эти приказы, они же до конца и не будут понимать. Этот приказ идет сверху от министра внутренних дел, от руководителя Росгвардии, или этот приказ идет от руководителя ихнего подразделения, которые, в принципе, вывез на автобусах на эту болотную площадь, например. Кремль таким образом намекает россиянам, что не стоит выходить на улицы, правильно я понимаю? Кремль очень сильно боится россиян, очень сильно боится улиц. Это то, чего он боится больше всего. Он понимает, что улица может стать неуправляемой, и Кремль работал в последние десятилетия на то, чтобы улицу просто или обуздать, или уничтожить. То есть все демократические движения, которые выходили как оппозиционные, они потихонечку или брались в управление, или уничтожались полностью. Так работали не только по политическим мотивам, так точно работали и по религиозным течениям. Потому что мы видим картинки противостояния на религиозной почве в Российской Федерации, и разные ветки ФСБ, которые занимались разными направлениями в религии, они точно так же противостояли между собой и запускали периодически управляемый процесс, который иногда переходил за грани управляемости. Запускали для вот этих уличных противостояний. Будет ли это усиливаться или усугубляться в ближайшем будущем? Я вижу, что будет. Будет почему? Потому что пошел конфликт между мусульманами и между православными, причем вокруг темы построения главной мечети на территории города Москвы. И эти противостояния, они могут вылиться, в том числе силовые противостояния, и выйти далеко за рамки управляемости со стороны спецслужб. То есть предрекаете, что в Москве будет не только Росваггвардия гоняться за митингующими, а будут еще кадыровцы гоняться за россиянами, а Росваггвардия за кадыровцами? Или как это произойдет? Я думаю, что там сейчас выходит это противостояние уже на финальный этап. Там глубина этого конфликта настолько выстроена неудачно с попыткой управляемости, что в принципе дальше управлять этим становится невозможно. Это подмещение возле Святого озера, которое в принципе есть сакральный для православных, возле которого они поставили церковь, храм, который собирает очень большие финансовые собирания с тех паломников, которые туда едут. Там надули очень много разных легенд, связанных с этими местами. И сейчас получается, что мечеть будут ставить возле этого озера тоже. И тут становится вопрос как раз противостояния в этом месте. Очень многие коренные, или не очень коренные, но россияне, они заявили о том, что они не дадут мусульманам поставить там свой храм. В то же время мусульмане, которых и на территории города Москвы достаточно много, там официально около двух миллионов, а еще плюс около полутора миллионов неофициально, они, конечно же, будут поднимать бунты вокруг этого всего. И уже заявили даже тадыровцы, которые используются, тадыровские подразделения, которые используются на оккупированных территориях Украины, о том, что им без разницы, с кем воевать. И они имеют оружие, они не надо брать в руки оружие, оно у них уже в руках, что они будут отстаивать свою веру, отстаивать мечеть. И в принципе это будет, конечно же, и в силовой способ. В то же время у православных и в тех подразделениях, которые работают с ними, у тех силовых подразделениях, которые с ними работают, тоже на руках очень много оружия. То есть тут, я думаю, что тут начнутся в том числе и вооруженные противостояния, конечно же, при этом официальные силовые структуры не смогут стоять в стороне, и они будут включаться в этот протест тоже. В общем, Москва из города в огнях превратится в Москву, город в огне. Скорее всего, это и случится. А давайте теперь поговорим на следующем. О наследии войны. Освобожденные вагнеровцы уже убивают россиян. Причем иногда даже ни за что. За последнее время задержаны уже несколько вагнеровцев за особо тяжкие преступления. Это те, что получили помилование, вернулись с войны с Украины. Это ожидаемый процесс, на самом деле. Это прогнозированный процесс. И в принципе в тот момент, когда освобождали осужденных, осужденных за тяжкие преступления, освобождали, отправляли на войну, часть же из них до передовой не доезжала. Они где-то растворялись, где-то терялись, и в принципе то, что с ними происходило, дальше история умалчивает. Вопрос в том, что это происходило, конечно же, не бесплатно, вопрос в том, что они дальше оседали на воле и начинали выстраивать те конструкции, которые они умели выстраивать. Вот эта ситуация, когда осужденных маньяков, убийц, насильников, когда их хоронили с почестями, как героев, она привела к разбому в обществе, она привела к нивелированию работы правоохранительной системы. И вот это недоверие в середине к этим процессам, оно у россиян усиливается, и в том числе оно усиливается и у этих освобожденных зэков. И они будут отстаивать свои интересы, конечно же, в тот способ, который умеют делать, и остановить их, особенно тех, кто уже даже вернулся с передовых позиций, остановить их в совершении преступлений на территории Российской Федерации уже будет очень маловероятно. С одной стороны, силовикам навязали, что это такие же герои, как и все остальные, кого отправляют на трон, то есть они с ними воевать особо сильно не будут. Вагнеровцы в себе почувствовали, да не только вагнеровцы, заключенные освобожденные в себе почувствовали силы, почувствовали в себе уверенность в том, что они делают, и, соответственно, начинают творить то, что они будут творить. Это будет развиваться, и это поглотит Россию. Это будет что-то в районе переделов 90-х или послевоенной России после Второй мировой, когда там вообще происходило непонятно что? Я думаю, что это будет еще хуже, чем было после Второй мировой. Это будет гораздо глубже, чем это было в переделах 90-х. Это будет иметь новую форму. Почему? Потому что вооружения достаточно много, и, в принципе, и настроек в середине российского общества тоже очень много. Если после Второй мировой российское общество было объединено вокруг единой цели, вокруг единых задач, то на сегодняшний день эта ситуация совсем противоположная. Сейчас есть полное разъединение и противостояние, уже начавшееся противостояние между региональными элитами, между россиянами по этическим признакам, между всей той территорией, которая входит в Российскую Федерацию, но теми, кто не является россиянами, вот эти все национальные меньшины, они будут отстаивать свои интересы, они будут отстаивать эти интересы, взяв в руки оружие, не останавливаясь ни перед чем. У них открывается окно возможности освободиться от гнета Центральной России, от гнета Кремля, и они этой возможностью будут пытаться воспользоваться, учитывая, что грани остановки противостояния, где-то перед убийством, перед еще чем-то, у них уже нету, она размыта участием в войне в Украине. Я так понимаю, все-таки нужно разделять вот тот момент освободительное, это будет движение, и второй момент, это когда вот бывшие зэки, просто люди, желающие наживы, начнут лазить по богатым домам, по рублевкам в регионах, не говорю, что это произойдет в Москве, но это произойдет где-то там, в других регионах. Насколько это будет массово? Это будет массово, причем это будет очень смешанно, причем это будет под лозунгами экспроприарации награбленного, причем это будет под лозунгами достаточно патриотичными, хотя при этом это будет и просто размыто под соусом патриотичности, отстаивания независимости тех или иных регионов, но будет полный, сплошной открытый криминал. Там будет очень смешанно всего, и для того, чтобы разобраться в деталях, я думаю, у России ресурсов даже не хватит. Давайте вернемся к теме о войне в Украине. Будет ли новое наступление россиян? Вот такая есть мысль. Зимнее наступление, можно уже, наверное, считать проваленным. Кремль сможет насобирать силы, или как это правильно сказать, и снова отправить умирать в Украину сотни тысяч россиян до того, как в ИСУ начнет свое наступление? Я думаю, они могут пытаться это делать. Насколько это будет успешным, мы уже видели их незимнее наступление, то есть оно провальное. Нету большой мотивации, большого желания у тех военнослужащих, которых понабирали через мобилизацию или в другой способ на территорию Российской Федерации идти и умирать. Такие части есть, их очень немного, боеспособные российские части. Основная их часть уже уничтожена. Вот эти вот все, которых набирают сейчас молодых, юных, необстрелянных, необразованных, они не очень сильно рвутся идти погибать. Но тем не менее, Россия будет опираться на количественный фактор, на количество вооружения, которое у них есть, и которое на самом деле превосходит то вооружение, которое есть в Украине. Оно старое, оно невысокоточное, это снаряды, которые лежат по 50 лет на складах, это оружие, которое применялось еще во время Второй мировой войны, но тем не менее, как бы оно есть. И вал пушечного мяса в России, он, конечно, близок к безграничному. Поэтому мобилизировать огромное количество новобранцев в России, в принципе, через силовые способы, первом, мое через колено сможет, насколько эффективно сможет она их применять, или сможет ли вообще. Будет очень много зависеть от нашей тактики обороны, и очень много зависит от скорости поставки нам вооружения нашими союзниками. Я очень сомневаюсь, что какой-то вариант этого наступления у россиян может быть успешным. Но все-таки все равно очень-очень много вводных успеют ли поставить, как мы начнем, куда пойдут россияне. А вот они готовы защищаться? Они понимают, что вот скоро идет такой день, не знаю, кого назвать, день Х, назовем. Россияне сейчас настраиваются, уже перестраиваются с рельсов на нападение. Они усиливают и рельсы по обороне. На самом деле, Россия большая, и у России производственные мощности, и ресурсов достаточно много для того, чтобы производить оружие. Вот это то, что мы постоянно говорим о том, что уже очень много уничтожено, они пытаются же производить еще и дальше. И тут стоит вопрос в том, что производя это оружие, они будут его пытаться применять, невзирая на санкции, невзирая на все остальное. Насколько это будет успешно? Ну, это будет точно намного меньше, нежели было в начале их него вторжения. Мы стали намного сильнее, но пушечного мяса в Российской Федерации еще достаточно много для того, чтобы его бросать на наши стволы, не считая с количеством, невзирая на то, что их уничтожается десятками тысяч. Но, тем не менее, это пушечное мясо будет уничтожаться и дальше. Аж до того момента, пока на территории Российской Федерации не начнется бунт. А вот начало этого бунта может быть после, например, после некоторых успешных операций у нас по освободительных операциям. И этот процесс, он может запуститься достаточно быстро, настолько быстро, что для россиян это будет огромный сюрприз. То есть вы говорите, что противостоять украинскому наступлению, возможно, только убив сотни тысяч россиян? А это уже происходит. Мы видим количество уничтожаемых оккупантов, мы видим их успехи, минимальные успехи, когда речь идет уже не о захвате Киева, не о захвате всей Украины, а речь идет о захвате где-то какой-то деревни или какой-то улицы. Да, это неимоверными усилиями нашей обороны удерживается. Да, это тянет на себя очень многие ресурсы. Но, тем не менее, мы не видим ихнего такого бравурного наступления, о котором они говорили, о котором они пытаются продолжать говорить. Но, тем не менее, мы видим выкопанные окопы вдоль границы с Украиной, мы видим эти бетонные пирамидки, видим накопанные траншеи по Крыму, по оккупированному Крыму, видим вот это 70, больше 70 километров окоп по территории Запорожской области. То есть, мы видим то, что силы оккупационных войск выстраивают оборону. То есть, они переходят в место наступления, они переходят к оборонительным действиям, к подготовке к оборонительным действиям тоже. Вот перед предполагаемым наступлением ВСУ, когда оно будет, никто не знает, ну, знают люди, но, наверное, очень малое количество людей, Путин решил устроить клоунаду, съездить на передовую там, или куда он ездил. Но я вот почитал российские паблики и россияне сами в это не верят, что он там был. И вот цитирую, в Белгород страшно, а в штаб он поехал на передовую, не смешите. И, скорее всего, говорят, что ездил даже не сам Путин, а какой-то там двойник, тройник или четверник его. Зачем это было сделано? Поднять дух тех, кто скоро умрет от пуль украинцев? Это было сделано за тем, чтобы поднять боевой дух, тех сил оккупационных войск, которые там находятся. Потому что их психологическое состояние в некоторых направлениях, оно на грани подготовки к бегству. Они отправляют уже все, что могут отправить, все, что награбили, они отправляют все ресурсы, да, и потихоньку начинают сами искать возможности, пути, пути, как с этой ситуацией выпрыгнут. Но для того, чтобы удержать их боевой дух, вот эту куклу Путина туда отправили. Я не верю в то, что это был Путин. Я тут придерживаюсь мнения, что это был один из его двойников, или тройников, или как-то будет еще. В это перестают верить уже, кстати, то, что это был сам Путин. И россияне, они видят эту картинку. Но тут, анализируя, можно обратить внимание на простую деталь. Перемещение Путина по территории, где он, где его показывали. То есть, вот этот вот Toyota Land Cruiser с какой-то, с 10 человеком охраны, я думаю, что так российский президент мог перемещаться где-то там лет 20 или 30. Сейчас это совсем по-другому выглядит, по-другому оснащается, и совсем по-другому по-другому происходят эти процессы. Поэтому, ну это первый основной момент, на который я обратил внимание. Поэтому говорить о том, что Путин куда-то ездил, я думаю, что Путин мог кататься у себя на каталке по своему бункеру. Вот единственное, куда он мог кататься. Да, не в обиду будет сказано Toyota Land Cruiser, наверное, замечательный автомобиль, но боюсь, что Путин бы в такой не сел. Это не автомобиль для безопасности российского президента, как мы видим за несколько последних 10 лет. Да, там должен быть очень мощный и комфортный броневик, длинный. Ну, это уже на рассуд россиян, как это на рассуд, на мнение россиян. Давайте поговорим в следующий вопрос. 25 лет тюрьмы за правду. Владимир Карамурза, оппозиционный политик, получил такой срок. Ему впаяли все, что возможно. Это для устрашения других? Это для устрашения других, это для того, чтобы уничтожить любые парости оппозиции на территории Российской Федерации. Это для того, чтобы показать другим, что открывать рот в сторону российской власти лучше не стоит. Но, тем не менее, такие прецеденты мы будем видеть все больше и больше, все чаще и чаще. А в ситуации, когда Россия начнет очень быстро процесс распада, то таких ситуаций мы будем видеть очень много. И все вот эти оппозиционные политики, если их можно так назвать, потому что в России это очень условно, они будут освобождены, они станут в углове этих протестных процессов. Вот я общался с одним россиянином, который до сих пор остается в России, и он говорил, ты знаешь, мне страшно, это мой знакомый в плане пересажать всех. Я ему пытался объяснить, не знаю, прав я или не прав, что если они, чем больше их воспрянет духом, тем меньше смогут пересажать всех. Или все-таки там система настолько действительно вот ужасна, что может пересажать всех? Система ужасна, система сильна. Мы помним систему ГУЛАГа, мы помним систему исполнения наказания российской правоохранительной или еще раньше НКВДшной машины, но мы при этом понимаем при этих всех моментах, что абсолютно на всех загнать, богоряя тюрьму, невозможно. И мы при этом понимаем, что чем больше людей будут перед собой видеть выбор встать с колен или сесть в тюрьму, чем больше это будет критическая масса набираться, тем больше шансов на то, что они начнут подниматься. Всех пересажать не получится, потому что и правоохранители это в принципе отзеркаливание гражданского общества. И те правоохранители, пусть они даже сильно мотивированы и подготовлены, пусть они даже озлоблены на это общество и спонсируемыми огромными конвертами доплаты до зарплаты, но тем не менее очень сильно выстраивать, противопоставлять себя против общества в них не получится, потому что общество насыщено оружием, оружием, которое в принципе предназначалось для войны в Украине. И это будет иметь свои последствия, огромные последствия. Я думаю, мой товарищ знакомый смотрит этот эфир и я, пусть он меня, конечно, обижается, но я ему скажу, что действительно пора, наверное, вставать с колен. Ну, это, наверное, наш вопрос. Давайте следующее. Перейдем к блицу от наших зрителей. Второй блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Российская Федерация не сможет вести войну с 2024 года по экономическим причинам. Вы как считаете? Сможет или нет? Я считаю, что ресурсов для того, чтобы их тратить на войну, у России все меньше и меньше и международное экономическое общество говорит о том, что в 2024 года это будет делать практически нереально. Тратить деньги на ракеты, танки, самолеты и так далее, которые уничтожаются, на оснащение армии, которая уничтожается, у России этих ресурсов становится все меньше и меньше и санкции работают. Правда ли, что хитрый Кадыров уже готовится к смуте и развалу России? Кадыров имеет очень большие амбиции, в том числе политические амбиции. Он молодой, амбициозный и сейчас противостояние по линии разлома православные и мусульмане, по линии противостояния вокруг постройки мечей может привести к тому, что Кадыров возглавит это мусульманское движение и будет претендовать на наивысший трон Российской Федерации. Это будет какое-то отдельное государство в государстве объединиться по вероисповеданию или все-таки он захочет пойти в Москву? Я думаю, что вариантов может быть несколько. Среди вариантов это отделение независимости указов. Среди вариантов это в том числе его аппетиты могут переходить и на Москву. Ему идти особо никуда не надо, потому что подразделения в принципе готовы, подразделения есть в том числе и вокруг Москвы. И те три с половиной миллиона мусульман, которые находятся в Москве, для Кадырова это будет очень большой фундамент движения и по территории Москвы. Должна ли Украина принимать беженцев из России, когда там начнется смута война частных армий? Нет, не будет, не должна и не будет. Украина после всего того, что Россия сотворила здесь, после всех тех военных преступлений, которые творили россияне, поддерживая, в том числе россиянами, поддерживая путинский режим, поддерживая войну в Украине, Украина не сможет с ближайшие несколько десятилетий воспринимать и принимать россиян. Просто не сможет физически, поэтому беженцы с России, даже если в России начнутся военные процессы, беженцы с России на Украину, пусть не рассчитывают, даже в смутном розовом сне. То есть простить мы их не готовы? Мы их сможем простить, возможно, через несколько поколений, и то не факт. Преследование за посты в соцсетях явный признак слабой власти. Сильная власть не боится критики? Сильная власть не боится критики, и это на самом деле демократично, это на самом деле признаки демократии, признаки сильной власти. А вот ситуация, когда власть закручивает гайки, информационные гайки, ограничивает что-то, выставляет цензуру. Это признак слабой власти. Это относится, кстати, не только в территории Российской Федерации, так везде происходит по миру. Там, где идет, где власть показывает свою слабость, ограничивает социальные сети, например, YouTube-каналы какие-то, или еще что-то, это есть как раз признаки слабой власти. Когда Путин умрет, об этом сразу растурбят на всю Россию или будут скрывать? Я думаю, в России это не один человек, это коллективный Путин, и там могут задействовать еще какое-то время двойни-полторы, не пове и так далее. Степень поддержки российским обществом, президента Российской Федерации по тем исследованиям, которые проводят независимые исследовательские компании, я сейчас не посылаюсь на те, которые работают под ФСБ, они показывают очень высокое доверие и соответственно очень большую поддержку. Поэтому российская власть будет, коллективный Путин, будет делать все для того, чтобы скрыть смерть Путина. Но есть и второй сценарий. Есть сценарий, когда одного из двойников Путина, например, уничтожат для того, чтобы показать, что царь умер, и Россия готова разгребать последствия их вторжения на территории Украины, а настоящий Путин будет где-то скрываться. Ну, посмотрим, какой вариант будет реальнее. Владимир, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика, все четко по полочкам. Ждем победы Украины. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok